Всем добрый день. У нас сегодня с вами выходной. Это значит, что мы ухаживаем за собой. Точнее, я. Вот, люблю именно по выходным делать масочку. Могу, конечно, среди недели сделать, если в этом есть необходимость какая-то. Если, например, кожа очень сильно сохнет. Но это в основном только вот в зимний период. Хотя даже летом она у меня имеет свойство сохнуть, потому что она сухая. Открываем наш ноутбук. Вот такая вот я там. Всем привет. И сейчас будем с вами смотреть просто наипрекраснейшие выпуски «Выжить в Самарканде». До этого я смотрела «Выжить в Дубае», полгода назад. Вот уже посмотрела первую серию. Сейчас посмотрим, есть ли вторая. Есть. Все, приятного мне просмотра. Помыла я, значит, голову. Сижу сейчас, делаю салатик. Вчера я сделала пиццу. Сейчас вам все покажу. Вот такая вот прекрасная пицца домашняя у меня получилась. Как вы видите, осталось ее не так много. А то, ребят, совсем скоро у меня начинается сессия в универе. И, честно говоря, она немножко похожа на сдачу экзаменов в школе. И часто, когда я сдаю сессию, я вспоминаю именно те времена, когда я проходила ЕГЭ, 11 класс, экзамены, все эти рамки, металлоискатели, подготовка. Я переживала о том, что не сдам экзамены, вообще не знала, с чего начать подготовку. Поэтому моя подготовка началась прямо впритык к экзаменам, что не очень хорошо. Это совершенно неудобно, и лучше так не делать. Чтобы вы не повторяли моих ошибок и начали готовиться вовремя, я хотела бы вам посоветовать сотку, которая подготовит вас к ЕГЭ по самым вкусным ценам. Сотка готовит к экзаменам более пяти лет, и у них очень много восторженных, хороших отзывов о прекрасной подготовке. С ними вы сможете подготовиться в любом месте, в любое время и с любого устройства. А теперь немного про особенности подготовки. Подготовка по всем четырем предметам всего лишь от 3900 рублей в одном месте. Повторение программы три раза, поэтому нет шанса чего-то упустить. При покупке подписки на сентябрь бесплатная подготовка до сентября. И всё это без какого-либо стресса, потому что у вас будут ежемесячные созвоны с психологом и полезный телеграм-канал. Важно ещё, что стоимость повышается каждые две недели, поэтому лучше заранее позаботиться о подготовке. В описании я оставлю все ссылочки на сотку. Также советую подписаться вам на их YouTube-канал и на их группу ВКонтакте. И специально для своих подписчиков я даю вам вот этот вот промокодик, который будет тоже продумблирован в описании к этому видео, на скидку до 8%. На первый месяц подписки, либо же 3% на пакетные предложения. Ну а я советую всем готовиться вместе с соткой без лишних нервов и затрат. Так, я уже посушила волосы, покушала. Ну, сейчас буду вместе с вами делать макияжик, макуажик, как я люблю говорить. Во-первых, наношу лицо вот такую вот сыворотку, которая скоро закончится. Я не могу сказать, что она хорошо увлажняет, но какой-то такой базовый первый слой, как праймер, она даёт. Захотелось просто высушить волосы феном. Ну как, я их досушила немножко, потому что даже с немножечко влажными волосами выходить на улицу — это плохая идея. Дальше я наношу крем от IconSkim. Только что порекомендовала его девочке в телеграм-канале своём, потому что она попросила совета. Вот, и я сказала то, что мне очень нравится вот этот для моей сухой кожи. Он идеально подходит, он для сухой, для чувствительной кожи. И якобы после него у вас кожа будет более ровнее по тону. В принципе, я могу сказать, что это так. Стоит он в районе 600-800 рублей, в зависимости от того, в какие дни вы его будете брать. То есть его лучше ловить, конечно же, на скидках. Кстати, да, этот крем у меня практически кончился. То есть я доиспользовала свою первую баночку, и надо бы уже купить вторую, потому что он просто не выдавливается. Ладно, можно, в принципе, открыть и что-нибудь насобирать вот здесь вот. Следующим шагом я обязательно промазываю губки вазелином. Как я уже говорила, он очень хорошо их увлажняет, питает, и после него классно наносится любая помада, любые карандаши, блески, всё что угодно. Следующим шагом я обязательно прокрашиваю свои бровки, совсем чуть-чуть закрашиваю кончик, чтобы он был более яркий. Заполняю, скажем так, недостающее пространство и уже фиксирую это всё гелем. У нас погода уже второй день, даёт какой-то сбой. То есть вы понимаете, что всю учебную рабочую неделю погода была прекрасная, светило солнце, было безумно жарко. Безумно жарко было сидеть в кабинетах, потому что там до сих пор не выключили отопление. И ты сидишь просто, потеешь и думаешь, поскорее бы домой, поскорее бы там, не знаю, погулять под солнышком. А в выходные, когда у тебя нет учёбы, когда ты свободен абсолютно от всего, и тебе хочется погулять, у тебя есть на это время, силы и вообще всё. Погода такая нет, ты не пойдёшь гулять, потому что вот тебе ветер, вот тебе там минус градус, вот тебе дождь, слякоть, лужи. И как бы сиди дома, зачем тебе гулять? А сейчас у нас опять настаёт рабочая неделя. И угадайте, какая погода будет? Будет солнце. Всё правильно. На самом деле у природы нет плохой погоды. Далее я беру свою суперскую тушь от Darling. Теперь я, походу, буду пользоваться только ей, потому что у меня вечно была проблема, что тушь у меня отпечатывалась на верхнем веке. То есть всегда, постоянно. И мне постоянно приходилось её вот так вот пальчиком тереть. Вне зависимости от того, сколько там минут, часов прошло, я просто всегда себе брала за привычку, что нужно вот так вот протирать хотя бы по одному разу свои веки. Это было и негиенично, и некрасиво, поэтому я нашла вот эту тушь, которая смывается водичкой тёплой и абсолютно не отпечатывается нигде. Это просто находка, поэтому, девчонки, кто страдал, страдает такой же проблемой. Я вам очень сильно рекомендую эту тушь. Обязательно прохожусь одноразовой обычной щёточкой, которую я заказывала на Озоне. Обычно они идут для лаж-мастеров, чтобы рассоединить реснички и убрать лишнюю тушь с них. Ну всё, макияж почти готов. Я открыла окошко, так что извините за какие-то посторонние звуки, просто очень жарко дома. Отопление до сих пор не выключили. Вот. Обычно я ещё могу нанести тон под глаза, чтобы скрыть синячки свои, но что-то мне не хочется этого делать, потому что такая, знаете, погода пасмурная на улице, пусть синячки тоже будут пасмурные под глазами, то бишь серые. Я их так и оставлю. Единственное, что я хочу нанести, это карандаш и блеск на губки. Решила вам заснять ASMR-дос, уже его отсняла. Вот так они снимаются, полный бардак творится на столе, вообще по всей комнате. Здесь у меня вообще лежит проектор звёздного неба, чтобы красиво было всё на заднем плане. Кто не в курсе, да, у меня есть ASMR-канал, поэтому ссылочка всегда находится в описании, ну, точнее, будет точно в описании, поэтому подписывайтесь. Вчера я снимала ASMR, а сегодня я уже собираюсь в универ. Вот так вот. Ужасный, не люблю идти к первой паре. Боже, просто... Ещё некоторые предатели мы скачали на маму. Привет. Настроения вообще нет никакого. Погода просто... Ну, как бы... Не очень. Не хочу никуда. Просто дома посидеть. Я даже спать не хочу. Просто хочу посидеть. Так, ребят, у нас сегодня понедельник. Это значит, что я собралась на физру. Оделась вот так вот. Там у меня спортивная маечка, спортивные штанишки, кофточка, которую не жалко испачкать, чёрненькая, чтобы мне было потеплее, потому что на улице дождь, слякоть, холодно. И тоже куртка, которую не жалко испачкать, потому что физра находится в очень старом корпусе советском, и там просто безумно грязно. То есть везде абсолютно и на лавках, и на полу. И носить туда какие-то нормальные красивые вещи, это... Нет, не то. Я пришла с физры, приготовила себе покушать. Здесь у меня курочка в соусе с метаном, и также макарошки. Такие похожие на рис. Сейчас включаю себе кинопоиск, сейчас смотрю сериал Доброта, турецкий, и буду кушать. Далее я сажусь за учёбу. Первой на очереди у меня идёт конспект. Я попросила одногруппника скинуть конспект, потому что меня не было на этой паре, и, соответственно, сейчас его буду весь переписывать. Также на завтра мне надо было сделать лабораторную работу по газоснабжению, точнее просто сделать конспект, который у нас выложен в личном кабинете, я его переписала, оформила все таблицы, и завтра уже на паре будем, соответственно, делать эту лабораторку. Всё как всегда. Перед выходом на Физру, кстати, мне позвонил курьер Дуафон. Это вообще просто супер, потому что я вот только-только вступала за порог, чтобы пойти, и принёс мне чудесную посылочку, которую мы с вами распакуем. Пока что не знаю здесь, я же сделаю отдельное видео. Но здесь очень интересная вещь находится, а точнее электроника. Электроника. Думаю, по размеру более-менее понятно, что это даже. Это электроника, но не от Apple, потому что у меня в последнее время всё от Apple, от Apple. То есть телефон, там, наушники, ещё что-то. Но нет, это у нас кое-что на базе андроида. Эту вещь я заказывала на Яндекс.Маркете, потому что там самая такая была лояльная и низкая цена по сравнению с другими маркетплейсами по типу Озона, ВБР. Вот, я мониторила где-то, наверное, месяц его. И как бы, наконец-то, мне его привезли. Шёл у меня с самого Китая весом более скольки-то там килограмм, либо же ценой более скольки-то тысяч. И вы, в зависимости от этих габаритов, платите свою пошлину. Но всё, оно будет разное. Я об этом только недавно узнала. То есть всё будет зависеть именно от веса, либо же от цены самого продукта. Ну что, я распаковала. Вот, прекрасная белая коробочка. Это планшет Xiaomi Pad 6. Супер, просто супер. Я в восторге. Но сейчас мне предстоит всё распаковать, посмотреть, проверить. Всё. Супер. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребятки, я распаковала свой планшетик. Пока что жду, здесь загружается обновление. Вот такой вот у него зарядный блок на 33 ватта. Зарядочка. И всё. Цвет я выбрала голубенький. Там всего три цвета. Золотой, голубой и чёрный. Также ещё сегодня как раз забрала чехол с Валберис. Он мне пришёл прям очень вовремя. Плёночку ещё буду клеить гидрогелевую. К сожалению, она ещё не пришла. Она ещё где-то в середине, в пути. Вот чехольчик. Я выбрала вот такой вот фиолетовый. Нежно-фиолетовый. И сзади он прозрачный, чтобы было видно цвет самого планшета. Короче, ребят, я просто so happy. То, что у меня появился этот планшетик. Потому что, мне кажется, он самый лучший просто на данный момент. В своём и ценовом сегменте. И, в принципе, по внутренности. Если вы знакомы с начинкой, то вы меня 100% поймёте. И также по дизайну он просто пушка. Мне безумно нравится. Мне кажется, он даже ничем практически не уступает планшетам от Apple. Интересно будет затестить сейчас камеру. Я ей не буду пользоваться. Но просто интересно. Потому что здесь камера на 13 мегапикселей. Основная. А фронталка... Ну, в принципе, неплохо. Для созвона в Zoom, я думаю, подойдёт. Если бы я была на учёбе в ковидное время, да, то было бы супер. Вот, всё. Сейчас буду качать сюда все нужные приложения. Вообще, я со своего iPad некоторые приложения уже сюда перенесла, чтобы мне было удобнее. По типу ВКонтакте, Google Переводчик, Кинопоиск, да, обязательно. YouTube, Excel. Чтобы всё это у меня здесь было уже. И сейчас буду докачивать остальные нужные мне приложения. Здесь обязательно у меня должен быть Telegram. И чё-нибудь ещё накачаю. Шёл второй день использования моего планшета. В итоге, вчера, так как я поздно начала его устанавливать, соответственно, я не успела всё установить, так как мне надо было уже ложиться спать. Да, потом с утра ехать на пары. Но у меня здесь была установлена вот такая вот интересная игруха, в которую я дико залипла и играю уже второй день. То есть, вы можете сами увидеть, что у меня здесь 33 уровень уже. Вот я его прохожу. Ну, не знаю, что, зачем, почему, но мне просто нравится собирать слова. Ещё я искренне поздравляю всех аллергиков с нашим месяцем. Потому что на улице потепляло, соответственно, цветение уже началось. Цветение деревьев. Так что конец апреля и май я буду страдать насморком, чиханием и всем таким подобным. Ну, в основном, у меня только так проявляется аллергия сезонная. Вот, сейчас посмотрю, есть ли у меня антикистамины, потому что без него выходить на улицу, да и, в принципе, жить даже дома опасно. Я уже три дня хожу с дичайшим насморком, заложенностью носа. И не пью при этом таблетки, потому что от них есть одна очень неприятная почка, это то, что ты постоянно хочешь спать. То есть мне и так, в принципе, сон легко тянет. Так ещё, если я выпью антикистаминное, я не знаю, я буду просто ходить сонная, ужасно сонная. Вот, поэтому я как можно дальше оттягиваю этот момент. Но завтра, походу, придётся точно придять, потому что сегодня в универе было тяжеловато, когда ты вот сидишь, и у тебя просто из носа течёт, ты чихаешь. Так, ребят, я пришла с Вайлбереса, забрала посылочку. Это моя третья картина по номерам в сумме. Я, наконец, созрела для того, чтобы заказать ещё одну. Вот, и только-только начала её рисовать, как вы можете заметить. Здесь у меня будет девушка, рыбки и вода. Она нереально красиво смотрелась на промо-фото в Вайлбересе, поэтому я решила заказать именно её. Ну и плюс здесь много тёмных оттенков. Это, несомненно, очень круто, потому что тёмные оттенки лучше ложатся, чем светлые определённые. Их не приходится по второму разу прокрашивать. В общем, да, буду сейчас релаксировать, расслабляться после трудных пар.